Друзья, всем привет! Хочу вам сегодня рассказать о своем недавнем приобретении. Это одноместная палатка от китайского производителя Astagio. Модель палатки Green Mountain. И давайте сразу обозначим, какие существуют вариации этой палатки. Во-первых, она представлена в трех цветовых решениях. Это желтый, зеленый, достаточно яркие такие кислотные цвета. И так называемый серый. В моем случае именно серый цвет. Но на самом деле он не совсем серый. Это такой серый ближе с оттенком оливкового. Одна из причин, почему выбрал именно эту модель палатки. Мне этот цвет очень понравился. То есть он не яркий. Дальше. Кроме цветового исполнения, есть два варианта трехсезонные и четырехсезонные. Так называемые трехсезонные. Это внутрянка из сетки. На самом деле это чисто маркетинговый прием. Я бы его назвал скорее всего не трехсезонным. Наверное, односезонным палатком для лета. То есть для теплого периода. А четырехсезонная это палатка с таким же точным внешним тентом. Без дополнительной ветрозащитной юбки. Но при этом внутрянка выполнена из-за смеси ткани и сетки. Соответственно, такая палатка меньше продувается. Немножко теплее. Ее можно было бы назвать реально именно трехсезонной. То есть вряд ли вы будете зимой в хороший такой мороз в такой палатке ночевать. И также существует одноместный и двухместный исполнение. То есть у меня эти обе палатки одноместные. Можно найти двухместную. Так, распаковываем. Первая палатка оказалась, я смотрю, что сетчатая. Это у нас трехсезонка. Значит, смотрите, здесь у нас есть в комплекте тент. Палатка двухслойная, все как полагается. Однослойной палатки я вообще не люблю. Тент выполнен из силиконизированной ткани 20D. Это, собственно, внутрянка. Внутрянка сетчатая. Я сделал следующим образом. Прямо внутрянку завернул дуги. Дуги являются алюминиевыми. Сейчас мы их увидим более детально. И также сюда же я завернул и футпринт. Изначально в комплекте дуги идут в своем мешочке. Футпринт в своем мешочке. Вот эти два мешочка убрал. Сразу минус 20 грамм. Эти мешочки здесь не нужны. Футпринт, я считаю, что необходим в любом случае. При любом способе установки. А существует три способа установки этой палатки. Сейчас я вам их покажу. Значит, без футпринта палатку использовать опасно, потому что дно довольно такая тонкая ткань. Есть шанс ее проткнуть на ветках, на камнях. Так, и здесь же колышки. Первый способ установки требует внутрянку под дно футпринт, четыре колышка по углам и весь набор дуг. Палатка достаточно длинная. Приведу на картинке точные размеры. С этой стороны имеется кармашек. Такой вот прямой. С другой стороны треугольный кармашек для телефона. Сюда вот можно телефон положить. Вверх тканевый для того, чтобы конденсат сверху не капал. Так, вот это окошко, оно будет нужно для того, чтобы иметь доступ к тенту, к окну на тенте. Пойдемте во вторую, в эту палатку. Давайте снаружи посмотрим. То есть конструкция та же самая. Дуги полностью взаимозаменяемые. Сверху вот здесь сетка. В ногах. То есть полностью сетка до низа. До вот этого основного бортика. С этой стороны тканевая часть. Ну, крыша также ткань. Здесь есть тканевый бортик в голове. Это важно, чтобы не продувало. С обратной стороны здесь такой вот грузовой отсек. И он нужен будет в том случае, если мы сверху натянем тент. Сейчас он нам не нужен. Сверху имеется петля под фонарик. Размеры внутрянки точно такие же, как и в сетчатой. Защищает полностью низ от ветра. Сзади вентиляция. Не знаю, нужна она или нет. Я бы ее все-таки, наверное, закрыл. Но, как видим, она тут есть. Кармашки те же самые. Кармашки выполнены из москитной сетки. Пока тент окончательно не установлен, давайте сразу покажу способ его крепления. Имеются такие вот стропы на липучках, которые позволяют прикрепить этот тент к дуге. На самом деле, далеко не все палатки снабжаются подобной конструкцией. Это реальный плюс. Повышает ветроустойчивость. Ветром тент не сорвет, поскольку он монолитно соединен с каркасом палатки. И второй способ установки – это внутрянка и тент. Нужен такой способ на плохую погоду. Давайте покажу, какие существуют точки крепления. Вот здесь по углам крепится к дуге снизу. То есть отдельный колышек здесь не нужен. Дальше, смотрите, тут оттягивается колышком. Здесь идет ветровая штормовая оттяжка. Длина ее регулируется с помощью такого механизма. Достаточно удобно. То есть можно на любую длину вытянуть. Внизу вентиляционное окно, которое можно закрыть. Далее. Здесь существует еще одно вентиляционное окно. Молния сверху частично открывается на входе. И за счет такой распорки получается доступ для воздуха. С этой стороны также есть небольшое окошко для проветривания. На второй палатке открыты оба входа. Внешне на тенте и на внутрянке. Также хочу отметить, что есть такие дополнительные петли. Причем, смотрите, вот эта часть, она усилена. То есть за эту петлю можно привязать шнурок к земле. Это дополнительная будет ветровая оттяжка. В комплекте для этого нету ни колышек, ни веревочек. Но это можно сделать. То есть, смотрите, дополнительно еще две штормовые оттяжки по бокам. Также можно еще натянуть здесь на окне. Рюкзак уложил в ноги. Места тут не очень много. Можно какие-то мелкие вещи здесь вот положить вдоль коврика. Плюс карманы. И как раз тамбур тоже не очень большой. Обувь можно убрать. Также мелкие вещи. И вот это багажное отделение, оно здесь очень кстати. Я изначально думал, что оно не пригодится, когда заказывал эту палатку. Но в походе казалось, что оно действительно нужно. То есть там второй тамбур. И сзади у нас есть доступ к окошку. То есть можно его закрывать, открывать, не выходя из палатки. И так, для установки палатки без внутрянки нам потребуется растянуть каркас только на футпринте. И это штатно предусмотрено. Ну а дальше сверху на него натягиваем уже и тент. И такой вариант подойдет либо со всем легкоходом, которые хотят максимально снизить вес палатки. Но жить в этой палатке я бы все-таки не рекомендовал. Потому что без внутрянки по периметру здесь проходит такая щель, в которую будут и насекомые во внутрь попадать. В том числе и различные комары, клещи. Могут заползти даже змеи. А можно использовать такую палатку в качестве склада в лагере. Причем получается достаточно много места. Объединяется пространство тамбуров и внутренней части с футпринтом. Туда можно скинуть все лишние вещи. И они будут защитены от осадков. Вот так выглядит палатка на просвет. Внутри установлен довольно мощный фонарь. Мощнее обычных налобников. Вода с цента прекрасно скатывается. Собираются такие маленькие шарики. В общем, здесь все сухо. Ничего нигде не промокло. Видим, что никаких капель сверху на внутрянке нет. Тент воды держит отлично. Но давайте вкратце расскажу, как так получилось, что у меня сразу две палатки. Изначально я заказывал на Алиэкспресс палатку серого цвета одноместную четырехсезонную у одного продавца. Оставлю в описании к видео на него ссылку. Но данный продавец уже закрыл свой магазин. Интересна именно тем эта ссылка, что там большое количество комментариев, отзывов по этому товару. Не смотрите на те отзывы, где ругают именно продавца. Продавец действительно ненадежный. Но те отзывы, где рассказывают именно про качество палатки, они полезны. Мне этот продавец выслал вместо четырехсезонки. Он мне выслал трехсезонную, то есть внутрянка из сетки. Мне такой вариант не подходит, потому что я брал палатку для использования, в первую очередь, высокогорье. Где летом, ну в основном для лета, но там летом может быть даже и заморозки небольшие. Может быть и сильный ветер, холодный. Ну в общем, там нужна палатка достаточно теплая. Поэтому мне пришлось заказывать еще раз. На этот раз уже у другого продавца. Причем потерял время, соответственно, уже поднялась цена на эту палатку. Она изначально стоила дешевле. Заказал второй раз. И второй продавец, уже другой продавец, он мне ее прислал. Все, как я заказал, все четко. Вот на него я оставлю ссылку, и вот у него можно реально брать. То есть первая ссылка, это только почитать отзывы. Вторая ссылка, это там, где достаточно надежный и проверенный продавец. В итоге у меня есть два варианта. Одну из них, четырехсезонную, я буду действительно использовать день-нибудь в горах, либо в холодный период в лесу. Вторую, трехсезонную, с сеткой, возможно, буду использовать где-нибудь на побережье, в теплое время года. Но для леса в теплое время года у меня в предпочтении, в приоритете гамак. Он лучше продувается, чем палатка с сеткой. И меня он полностью устраивает. По весу он тоже меньше будет висеть, чем такая палатка. По колышкам отмечу следующее. Колышки короткие. 14 сантиметров. В отзывах я читал насчет этих колышков, что людям они не нравятся. Собственно, я был к этому уже готов, но видим уже колышки грязные. То есть я уже один раз в походе ночевал в этой палатке. Причем именно в сетчатом варианте. Колышек вполне себе нормально показал. То есть, ну он, короче, обычных стандартных 17 сантиметровых колышков, тем не менее, он нормально держался. Возможно, в рыхлом песчаном грунте он действительно будет плохо держаться. Поэтому, если вас эти колышки не устраивают, вы можете их заменить. Заменить можно на следующего типа. Также алюминиевые. Я один взял для примера. 17 сантиметровый. Давайте посмотрим, насколько он длиннее. Вот. Вот такие колы можно заказать также на Алиэкспресс. Ну, оставлю ссылочку. Вот такой кол весит 12 грамм. Вот этот маленький короткий весит 9. То есть на одном колышке мы экономим 3 грамма. Всего здесь 11 в комплекте колышков. Получается, 33 грамма будет в плюс, если вы замените на длинные. Можно заменить, я это собираюсь сделать, на вот такие вот титановые спицы. Это тоже 17 сантиметровый кол. То есть стандартной длины. Выполнен он из титана. Вес одного колышка 6 грамм. То есть на 3 грамма меньше вот этих вот коротких. Тем самым мы еще больше сокращаем вес набора общего. И мешочек, в котором поставляются титановые колышки, он также легче. Он весит всего 3 грамма. Этот мешочек весит 7 грамм. Кроме того, рекомендую докупить к этой палатке вот такие вот ремонтные гильзы. Алюминиевая ремонтная гильза. Она нужна для того, что если вдруг сломается дуга, то с помощью этой ремонтной гильзы, в походных условиях, эту дугу можно отремонтировать, вставив, соответственно, эту гильзу вместо разлома. Давайте подведем итоги. Продуманность конструкции этой палатки я бы оценил в 5 баллов. Но реализация на четверочку. Есть небольшие огрехи, они не фатальные. Ценовая категория этой палатки, это, в общем-то, она где-то средняя. То есть это не самый дешевый вариант, но и недорогой. И палатка по своим характеристикам полностью отвечает своей цене, то есть соответствует своей цене. Можно ли ее рекомендовать к приобретению? Однозначно можно. Я буду с ней ходить, это будет моя основная палатка. До этого я ходил с двухместной, двухкилограммовой палаткой. Тоже была хорошая палаточка, но в одиночку ходить в двухместной палатке, это нерационально. Лишний вес и лишний объем. Здесь внутреннего объема хватает для вещей за счет сзади багажного отделения. Друзья, ну в общем, на этом все. Благодарю всех за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось, может было полезно, может кто-то захочет приобрести данную палатку. Напомню, что все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии под видео. А я с вами прощаюсь. И всем пока, до новых встреч. Увидимся в новых походах. Редактор субтитров А.Семкин